И вот это вот чудо-средство я добавлю вот сюда вот в лейку. Друзья, вы, наверное, все хотите какое-то супер-средство, которое можно засыпать, этим полить или попрыскать, и у вас будет во-во, вот так вот, да? Вот я, честно говоря, вот, положа руку на сердце, ну, сейчас на коленку, ну, вот, на сердце, положа руку, могу вам сказать, что я тоже так хочу. И вот это вот чудо-средство я сегодня буду поливать чесночок. У вас уже вылез чесночочек на даче или нет? В том году озимый чеснок я посадил на трех аж грядках. Вот это вот, видите, замульчировано, вон та грядочка и вон та третья грядочка. Они у меня две вылезли почему-то, а третья, ну, я ее позже на две недели сажал. Ну, хотя, в принципе, это не должно как-то повлиять, но посмотрим. Все равно я уверен, что она вылезет. И многие дачники и огородники думают, что бы сейчас сделать с чесноком, чтобы он у меня не пожелтел. В том году я снимал несколько роликов и рассказывал вам о том, что следует нести в землю, чтобы чеснок нормально вырос. Ну, во-первых, давайте повторимся. Во-первых, должны быть хорошие семена, то есть луковицы, потому что из плохих хороший чеснок не вырастет. Я сажаю 15 октября всегда, вне зависимости от погоды, дождь, снег, не важно, 15 октября. Это московский регион. Вы корректируйте немножечко. Как многие говорят о том, что чеснок это как беременная женщина, то есть 9 месяцев до выкопки. Соответственно, рассчитывайте на выкопку в сухую погоду, поэтому отсчитываем 9 месяцев и сажаем чеснок в вашем конкретно регионе. Но весной многие страдают тем, что чеснок у некоторых людей, макушечки вот эти, которые вылазят, они немножко желтоваты, такие, ну, своеобразного цвета. Они ярко-зеленые, как нам бы хотелось. И все бегут за чудесами. Соответственно, чудеса во многом заключаются в азоте. Но вот это вот весеннее пожелтение ботвы может связано быть с подмораживанием стрелочек. То есть они вылезли, долбанул морозец, и они подморозились. Но чтобы уберечься от этого всего, чем бы следует подкормить весной чесночок? На всякий случай, то есть хуже вы точно не сделаете. Вот жменьку удобрения я высыпал специально в одну леечку, и сейчас высыплю во вторую. Вот это чудо удобрения у меня азофоска, будьте внимательны, при выборе азофоски она бывает разная. То есть производитель не гастирует точное количество веществ. Бывает с дополнительным микро-макроэлементом, бывает чисто пустые. Она может быть и 20-20-20 НПК, может быть 16-16-16, как в моем случае. Это все на скорость не влияет. Помните, я показывал вам, сколько весит моя жменька, точнее, входит в нее. Но как раз мне этой дозы хватит, потому что таскаться на огороде с весами, или с ложками, или с коробочками из-под спичек, это, на мой взгляд, не очень хорошо. После того, как мы добавили все это дело в леечку, обязательно хорошо перемешать. И вообще, дозировка, если у вас есть весы, то хорошая дозировка 1-2 грамма для вот такого полива. Помните, что все минеральные удобрения высококонцентрированы, и поливать ими нужно по влажной земле. Иначе вы рискуете сжечь корневую систему. Увидев мою грядку щеноков, вы можете задаться вопросом, почему и что вот это такое. Я его замульчировал травкой, которая лежала у меня в мешках черных. Как говорится, это горячая мульча, потому что я пробовал сажать и без всякой мульчи, и с мульчировкой толстым слоем листьев. Может быть, в этом и есть что-то, конечно, хорошее, но мне не понравилось мульчировать листьями. Да, полоть не нужно, да, по размеру он вырастает такой же, как и без мульчи. Да, поливать его практически тоже не нужно, но огромный минус это вот это разлетающиеся листва по огороду весь сезон. Ну, как-то мне особо не понравилось. А вот эта вот сплоченная, так сказать, трава, она как монолитная. У меня были подозрения, что будет чесноку, трудно через нее пробиться, но, как видите, он пробивается нормально. Тем более сейчас, я надеюсь, будут дождики, соответственно, все это дело еще промокнет, и она более мягкой станет. Но чеснок пробьет и так, жесткую достаточно. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь мульчировать чеснок. И мульчу не обязательно убирать весной, потому что, ну, смысл его мульчировать, чтобы просто позже прогрела земля? Нет, конечно же. Поэтому чисто для борьбы с сорняками. И вот такая вот подкормочка. Если вы не хотите, или у вас нет, допустим, азофоски, можете использовать какое-то комплексное удобрение, либо использовать чисто азотное, типа мочевины, либо сульфатом аммония из расчета 1 грамм на литр. Но помните, что мочевина и сульфат аммония, и аммиачная селитра в том числе, они очень сильно закисляют грунт. Поэтому не следует ими часто очень пользоваться. И вот такая небольшая подкормочка, либо комплексным удобрением минеральным, либо азотсодержащим удобрением. И хорошо бы, чтобы в его составе была сера. Сера очень полезна для корнеплода, в том числе для чесночка. Чем ближе сера к концентрации необходимой чесноку, тем он будет ядренее такой. А не такой размазняк, как его называют-то вот этот крупный рокомболь. Вот эта редкостная гадость мне очень не понравилась. Точнее, мне все равно, но в моей семье, для которой я все это выращиваю, он не зашел. То есть он валялся долго и упорно. Поэтому, если вы хотите более ядреный чесночочек, должна быть сера. Сера не будет, он будет и мельче, и менее ядреный. Дорогие друзья, чеснок помогает нам от многих болезней. Поэтому чуть ли не ежедневное употребление его принесет вам пользу. Вам, как всегда, я хочу пожелать здоровья, а все остальное приложится. Ставьте лайк, если видео вам было интересно и полезно. До свидания, друзья. До новых встреч.